В окружной столице отметили День семьи, любви и верности. Торжественный вечер, где чествовали супружеские пары, прошёл во Дворце культуры Арктика накануне. В этом году награды удостоены 69 семей из Заполярья, 32 из Нарьинмара и 37 из населённых пунктов округа. В гостях у одной из них побывала и наша съёмочная группа. Пока хозяин дома Фёдор Тимофеевич Ванюта на охоте, нашу съёмочную группу встречает его супруга Надежда Евменивна. Всю свою трудовую деятельность они проработали в сельском хозяйстве, в оленеводстве. Фёдор Тимофеевич долгие годы был бригадиром. Надежда Евменивна работала чумработницей, сопровождала супруга в тундре. Разделяя друг с другом все тяготы кочевой жизни, многодетные родители вырастили и воспитали 11 детей. Всё равно в тундре легче поднимать детей, чем в деревне. Едешь на санях целый день, потом вечером покормила, они уснули, утром покормила, опять на санях сели, опять едешь. Ну и детям не скучно, они друг с другом общались. Привыкли, да, наверное, некуда скучать, они уже все такие, разница в год, в полтора все такие. А сколько лет кочевого жизни было? Так я вот не говорю, не так давно у тебя осталась, не так очень. Вот она ушла из этого дома, замуж ушла, и я вот осталась хозяйкой. А так всё кочевого. А дедушка до всей поры не может никак. Бригада уходит, его тянет. Вот опять ушёл с детьми. Сейчас он на школьную прилетит. Осень наступит, опять потянет, опять уедет. Шестеро детей Надежды Евминиевны и Фёдора Тимофеевича продолжили дело родителей. Работают в сельхозпроизводственном кооперативе «Ненецкая община Канин». Остальные дети трудятся в разных сферах. Сейчас супруги Ванюта находятся на заслуженном отдыхе. Помогают воспитывать внуков и правнуков. Прививают им любовь к национальным традициям и обычаям. Внуков у меня 32. Я уже прабабушка. У меня уже правнук есть. Второго жду. Одного остаюсь на ночь. Я спать не могу. Беру внучку на ночь себе оставляю и из садика забираю. Не привыкли мы жить в одиночку. Не привыкли. Мы привыкли в это кучу. В апреле этого года супруги Ванюта отметили сапфировую свадьбу. 45 лет совместной жизни. Кто-то из двух, один всё равно должен быть немножко повыше. Чуть-чуть управлять где-то. А кто вот это должен быть? Мужчина, женщина? Я. Женщина? Я должна быть глава семьи. Он по своей линии, по работе где-то. А я опять по своей линии. Вот и всё. Хозяйство по всему. Ну мы с мужем почти ровестники. У нас-то разницы такой большой нет. Не было у нас такого, что ты должна подчиниться мне, а я тебе должна подчиниться. Делай, значит должны оба и делать. Трудолюбие, принципиальность, настойчивость и порядочность принесли супругам Ванитал уважение коллег и жителей села. В этом году семья Надежды Евменемны и Фёдора Тимофеевича отмечена медалью за любовь и верность.